Иеремия, глава 9. Ибо переходит от одного зла к другому, и меня не знает, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйся ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь. Лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так, говорит Господь Савовов. Вот я расплавлю и испытаю их. Ибо как иначе мне поступать с отчерью народа моего? Язык их убийственная стрела. Говорит коварно. Устами своими говорят, с ближним своим дружелюбно. А в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах под нему плащ и вопль. И о степных пастбищах рыдание. Потому что они выжжены. Так что никто там не проходит. И не слышно блеяния стад. От птиц небесных до скота. Все рассеялись, ушли. И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов. И города иудеи сделаю пустынью без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И к кому говорят уста Господни? Объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня. Так что никто не проходит по ней. И сказал Господь. За то, что они оставили закон мой, который я постановил для них. И не слушали глаза моего. И не поступали по нему. А ходили по упорству сердца своего и вследвалов. Как научили их отцы их. Посему так, говорит Господь Савоов Бог Израилев. Вот я накормлю их, этот народ, полынью. И напою их водой и желчью. И рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их. И пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Так, говорит Господь Савоов. Подумайте и позовите плакальщиц. Чтобы они пришли. Пошлите за искусными в этом деле. Чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плащ о нас. Чтобы из глаз наших лились слезы. И средь сниз наших текла вода. Ибо голос плаща слышен с Сиона. Как мы ограблены. Мы жестоко постромлены. Ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наше. Итак, слушайте, женщины, слово Господа. И да внимает ухо ваше слову уст его. И учите дочерей ваших плачу. И одна другую плачевным песням. Ибо смерть входит в наши окна. Вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы. Юношей с площади. Скажи, так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позади женица, и некому будет собрать их. Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своею, да не хвалится сильной силой Своею, да не хвалится богатой Богатством Своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, и что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею, и дома и сыновей Омоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне. Ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем. Иеремия, глава 10. Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников, и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов пустота. Вырубает дерево в лесу, обделывает его руками плотника при помощи топора. Покрывает серебром и золотом. Прикрепляет гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они, как обточенный столб, и не говорят. Их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов. Ибо тебе единому принадлежит это. Потому что между народными, всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до едного они бессмысленны и глупы. Пустое учение это дерево. Разбитое в листы серебро, привезено из фарсиса. Золото из уфаза. Дело художника и рук плавильщика. Одежда на них, гиацинт и пурпур. Все это дело людей искусных. А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и царь вечный. От гневого его дрожит земля, И народы не могут выдержать негодование его. Так говорите им. Боги, которые не сотворили небо и земли, Исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою своею, Утвердил вселенную мудростью своею, И разумом своим распростер небеса. По глазу его шумят воды на небесах. И он возводит облака от краев земли, Творит молнии среди дождя, И изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, Срамит себя всякий плавильщик истуканом своим. Ибо выплывленная им есть ложь, И нет в нем духа. Это совершенная пустота, Дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, Ибо Бог его есть Творец всего. И Израиль есть жезл в наследии его. Имя его Господь Сававов. Убирай из земли имущество твое, Имеющее сидеть в осаде. Ибо так, говорит Господь, Вот я выброшу жителей сей земли на сей раз, И загоню их в тесное место, Чтобы схватили их. Горе вне в моем сокрушении, Мучительна рана моя. Но я говорю сам себе, Подлинно это моя скорбь, И я буду нести ее. Шатер мой опустошен, И все веревки мои порваны. Дети мои ушли от меня, И нет их. Некому же раскинуть шатра моего, И развесить ковров моих. Ибо пастыри сделались бессмысленными, И не искали Господа. А потому они и поступали безрассудно, И все стадо их рассеяно. Несется слух, Вот он идет, И большой шум от страны северной, Чтобы города иудеи сделать пустынью, Жилищем шакалов. Знаю, Господи, Что не воле человека путь его, Что не во власти идущего Давать направление стопам своим, Наказывай меня, Господи, Но по правде, Не во гневе Твоем, Чтобы не умолить меня. Излей ярость Твою на народы, Которые не знают Тебя, И на племена, Которые не призывают имени Твоего. Ибо они съели Иакова, Пожрали его, И истребили, И жилища его опустошили. Иеремия, глава одиннадцатая. Слово, которое было керемее от Господа. Слушайте слова завета сего, И скажите мужам Иуды, И жителям Иерусалима, И скажи им, Так говорит Господь, Бог Израилев, Проклячен человек, Который не послушает слов завета сего, Который я заповедовал отцам вашим, Когда вывел их из земли египетской, Из железной печи, Сказав, Слушайте с глазом моего, И делайте все, Что я заповедую вам, И будете моим народом, И я буду вашим Богом, Чтобы исполнить клятву, Которую я клялся отцам вашим, Дать им землю, Текущую молоком и медом, Как это ныне. И отвечал я, Сказал, Аминь, Господи, И сказал мне Господь, Провозгласи все сии слова в городах Иуды, И на улицах Иерусалима, И скажи, Слушайте слова завета сего, И исполняйте их, Ибо отцов ваших я увещал постоянно с того дня, Как вывел их из земли египетской, До сего дня, Увещевал их с раннего утра, Говоря, Слушайте с глазом моего, Но они не слушались, И не преклоняли ухо своего, А ходили каждый по упорству злого серого, Поэтому я навел на них все сказанное в завете 7, Которые я заповедовал им исполнять, А они не исполняли, И сказал мне Господь, Есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима, А они опять обратились к беззакониям праотцев своих, Которые отреклись слушаться слов моих, И пошли во след чужих богов, служа им, Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет мой, Которые я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь, Вот я наведу на них бедствие, От которого они не могут избавиться, И когда воззовут ко мне, Не услышу их, Тогда города Иуда и жители Иерусалима пойдут, И воззовут к богам, Которым они кодят, Но они нисколько не помогут им во время бедствия их, Ибо сколько у тебя городов, Столько и богов у тебя, Иуда, И сколько улиц в Иерусалиме, Столько вы наставили жертвенников постыдному, Жертвенников для хождения ваалу, Ты же не проси за этот народ, И не возноси за них молитвы и прошений, Ибо я не услышу, Когда они будут взывать ко мне в бедствии своем, Что возлюбленному моему в доме моем, Когда в нем совершаются многие непотребства, И священное мясо не помогут тебе, Когда делая зло ты радуешься, Зеленеющие маслиной, Украсующиеся приятными плодами, Именовал тебя Господь, А ныне при шуме сильного смятения, Он воспламенил огонь вокруг нее, И сокрушились ветви ее, Господь Саваоф, Который насадил тебя, Изрек на тебя злое За зло дома Израилева и дома Иудина, Которое они причинили себе тем, Что подвигли меня на гнев кождением ваалу, Господь открыл мне, и я знаю, Ты показал мне деяния их, А я, как кроткий агнец, Ведомый на заклане, и не знал, Что они составляют замыслы против меня, Говоря, положим ядовитое дерево в пищу его, И отторнем его от земли живых, Чтобы имя его боли не упоминалось. Но, Господи Саваоф, Судья праведно испытующий сердца и утробы, Дай увидеть мне мщение твое над ними, Ибо тебе вверил я дело мое. Посему так, говорит Господь о мужах Анафофа, Ищущих души твоей, И говорящих, Не пророчествуй во имя Господа, Чтобы не умереть тебе от рук наших. Посему так, говорит Господь Саваоф, Вот я посещу их, И юноши их умрут от меча, Сыновья их и дочери их умрут от голода, И остатка не будет от них, Ибо я наведу бедственного мужа Анафофа В год посещения их. Иеремия, глава 12 Праведен будешь ты, Господи, Если я стану судиться с тобой, И однако же буду говорить с тобой о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, И все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, И они укоренились, выросли, И приносят плод. В устах их ты близок, Но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, Видишь меня и испытываешь сердце мое, Каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклание, И приготови их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля И трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут За нечестие жителей ее, Ибо они говорят, Он не увидит, что с нами будет? Если ты спешими бежал, И они утомили тебя, Как же тебе состязаться с конями? Если в стране мирной ты был безопасен, То что будешь делать В наводнении Ордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, И они вероломно поступают с тобою, И они кричат вслед тебя громким голосом, Не верим, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, Покинул удел мой, Самые любезные для души мои Отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, Как лев в лесу, Возвысил на меня голос свой, Зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, Как разноцветная птица, На которую со всех сторон Напали другие хищные птицы. Идите, собирайте все полевые звери, Идите пожирать его. Множество пастухов Испортили мой виноградник, И стоптали ногами участок мой, Любимый участок мой, Сделали пустую степью, Сделали его пустынею, И в запустении он плащет предо мною. Вся земля пустошена, Потому что ни один человек Не прилагает этого к сердцу. На все горы и пустыни Пришли опустошители, Ибо меч Господа пожирает все, От одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, А пожали терны. Измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших По причине пламенного гнева Господа. Так говорит Господь Обо всех злых моих соседях, Нападающих на удел, Которые я дал в наследие народу моему Израилю. Вот, я исторгну их из земли их, И дом Иудин, Исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, Снова возвращу и помилую их, И приведу каждого в удел его, И каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, Чтобы клясться именем моим, Жив Господь, Как они научили народ мой клясться ваалом, То водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, То я искореню И совершенно истреблю такой народ, Говорит Господь. Иеремия, глава 13. Так сказал мне Господь, Пойди, купи себе льняной пояс И положи его на чресла твои. Но в воду не клади его. И я купил пояс по слову Господню, И положил его на чресла мои. И было ко мне слово Господне в другой раз, И сказано, Возьми пояс, который купил, Который на чреслах твоих, И встань, Пойди к Ефрату, И спрячь его там в расселении скалы. Я пошел и спрятал его у Ефрата, Как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней Сказал мне Господь, Встань, Пойди к Ефрату, И возьми оттуда пояс, Который я велел тебе спрятать там. Я пришел к Ефрату, Выкопал, Взял пояс из того места, Где спрятал его, И вот пояс был испорчен. Ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь, Так сокрушу я гордость Иуды И великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, Который не хочет слушать слов моих, Живет по упорству сердца своего И ходит во след иных богов, Чтобы служить им И поклоняться им, Будет как этот пояс, Который ни к чему не годен. Ибо как пояс близко лежит К чреслам человека, Так я приблизил к себе Весь дом Израилев, И весь дом Иудин, Говорит Господь, Чтобы они были моим народом И моею славою, Хвалою и украшением, Но они не послушались. Посему скажи им слово сие, Так говорит Господь Бог Израилев, Всякий винный мех Наполнится вином. Они скажут тебе, Разве мы не знаем, Что всякий винный мех Наполняется вином? А ты скажи им, Так говорит Господь, Вот я наполню вином До опьянения Всех жителей всей земли, И царей, Сидящих на престоле Давида, И священников, И пророков, И всех жителей Иерусалима. И сокрушу их друг от друга, И отцов, И сыновей вместе, Говорит Господь, Не пощажу и не помилую, И не пожалею Истребить их. Слушайте и внимайте, Не будьте горды, Ибо, говорит Господь, Воздайте славу Господу Богу нашему, Доколе он еще не навел темноты, И доколе еще ноги ваши Не спотыкаются на горах мрака, Тогда вы будете ожидать света, И он обратит его в тень смерти И сделает тьмою. Если же вы не послушаетесь его, То душа моя в сокровенных местах Будет оплакивать гордость вашу, Будет плакать горько, И глаза мои будут изливаться в слезах, Потому что стадо Господне Отведено будет в плен. Скажи царю и царисы, Смиритесь, Сядьте пониже, Ибо упал с головы вашей Венец славы вашей. Южные города заперты, И некому отворить их. Иуда весь отводится в плен, Отводится в плен Весь совершенно. Поднимите глаза ваши И посмотрите на идущих от севера, Где стадо, которое дано было тебе, Прекрасное стадо твое. Что скажешь, дочь Сиона, Когда он посетит тебя? Ты сама приучила их Начальствовать над тобою. Не схватит ли тебя боли, Как рождающую женщину? И если скажешь сердце твое, За что постигла меня это? За множество беззаконий твоих Открыт подол у тебя, Обнажены пяты твои. Может ли, феоплянин, Переменить кожу свою Барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, Привыкнув делать злое? Поэтому развею их, Как прах, Разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, Отмеренная тебе от меня Счастье, Говорит Господь, Потому что ты забыла меня И надеялась на ложь. Зато будет поднят Подол твой на лицо твое, Чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое, И неистовые похотения твои, Твои непотребства И твои мерзости На холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим, Ты и после сего Не очистишься. Доколе же? Иеремия, глава 14. Слово Господне, Которое было к Иеремии По случаю бездождя. Плачет Иуда, Ворота его распались, Почернело на земле, И вопль поднимается В Иерусалиме. Вельможи посылают Слуг своих за водою, Они приходят к колодезям И не находят воды. Возвращаются с пустыми сосудами, Престыженные и смущенные, Они покрывают свои головы. Так как почва Растрескалась от того, Что не было дождя на земле, То и земледельцев смущение И покрывают свои головы. Даже и лань рождает на поле И оставляет детей, Потому что нет травы. И дикие ослы стоят На возвышенных местах И глотают, подобно шакалам, Воздух. Глаза их потусли, Потому что нет воды. Хотя беззаконие наше Свидетельствует против нас, Но ты, Господи, твори с нами Ради имени Твоего, Отступничество наше велико. Согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби. Для чего ты, как чужой в этой земле, Как прохожий, Который зашел переночевать? Для чего ты, как человек изумленный, Как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же ты, Господи, посреди нас. И Твое имя наречено над нами. Не оставляй нас. Так говорит Господь народу сему. За то, что они любят бродить, Не удерживают ног своих, Зато Господь не благоволит к ним, Припоминает ныне беззаконие их, И наказывает грехи их. И сказал мне Господь, Ты не молись о народе всем во благо ему. Если они будут поститься, Я не услышу вопля их. И если вознесут все сожжения и дар, Не приму их. Но мечом и голодом, И моровою язвою истреблю их. Тогда сказал я, Господи Боже, Вот пророки говорят им, Не увидите меча, И голода не будет у вас. Но постоянный мир дам вам на всем месте. И сказал мне Господь, Пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их, И не давал им повеления, И не говорил им. Они возвещают вам видение ложное, И гадание, И пустое, И мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках. Они пророчествуют именем моим, А я не посылал их. Они говорят, Меча и голода не будет на сей земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которым они пророчествуют, Разбросан будет по улицам Иерусалима От голода и меча. И некому будет хоронить их. Они и жен их, и сыновья их, И дочери их. И я и залью на них Зло их. И скажи им слово сие, Дольются из глаз моих Слезы ночь и день. И да не перестают, Ибо великим поражением поражена Дева, дочь народа моего. Тяжким ударом. Выхожу я на поле, И вот убитая мечом, Вхожу в город, И вот истоевающая от голода, Даже и пророк, и священник Бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей Опротивил сион? Для чего поразил все нас так, Что нет нам исцеления? Ждем мира, И ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, И вот ужасы. Сознаем, Господи, Нечестие наше, Беззаконие отцов наших, Ибо согрешили мы пред тобою. Не отринь нас ради имени твоего, Не унижай престола славы твоей, Вспомни, Не разрушай завета твоего с нами, Если между суетными богами Языческими производящая дождь, Или может ли небо само собою Подавать ливень? Не ты ли это, Господи Божий наш? На тебя надеемся мы, Ибо ты творишь все это. Иеремия, глава 15 И сказал мне Господь, Хотя бы предстали пред лицо Мое Моисея и Самуил, Душа моя не преклонится к народу сему, Отгони их от лица Моего, Пусть они отойдут. Если же скажут тебе, Куда нам идти, То скажи им, Так говорит Господь, Кто обречен на смерть, Иди на смерть, Кто под меч, Под меч, И кто на голод, На голод, И кто в плен, В плен. И пошлю на них Четыре рода казни, Говорит Господь, Меч, чтобы убивать, И псов, чтобы терзать, И птиц небесных, И зверей полевых, Чтобы пожрать и истреблять. И отдам их На озлобление всем царством земли, За монассию, Сына языки царя иудейского, За то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, И кто окажет сострадание к тебе, И кто зайдет к тебе спросить О твоем благосостоянии. Ты оставил меня, Говорит Господь, Отступил назад, Поэтому я простру На тебя руку мою И погублю тебя. Я устал миловать. Я развиваю их веялом За ворота земли, Лишаю их детей, Гублю народ мой, Но они не возвращаются С путей своих. Вдовь их у меня более, Нежели песку в море. Наведу на них, На мать юноши, Опустошителя в полдень. Нападет на них Внезапно страх и ужас. Лежит в изнеможении Родившая семерых. Испускает дыхание свое, Еще днем закатилось солнце ее. Она постыжена И посрамлена. И остаток их придам мечу Пред глазами врагов их, Говорит Господь. Горе мне, мать моя, Что ты родила меня человеком, Который спорит и ссорится Со всею землею. Никому не давал я в рост, И мне никто не давал в рост, А все проклинают меня. Господь сказал, Конец твой будет хорош, И я заставлю врага Поступать с тобой и хорошо Во время бедствия и во время скорби. Может ли железо сокрушить, Железо северное и медь? Имущество твое и сокровище твое Отдам на расхищение, Бесплаты, за все грехи твои Во всех пределах твоих. Я отправлюсь с рогами твоими В землю, которую ты не знаешь, Ибо огонь возгорелся в гневе моем, Будет пылать на вас. О, Господи, ты знаешь все. Вспомни обо мне и посети меня, И отмсти за меня гонителем моим. Не погуби меня По долготерпению твоему. Ты знаешь, что ради тебя Несу я поругания. Обретены слова твои, И я съел их. И было слово твое мне В радость и веселье сердца моего, Ибо имя твое наречено на мне, Господи, Боже, Савовов. Не сидел я в собрании смеющихся, И не веселился Подтяготеющий на мне Рукою твоею. И сидел одиноко, Ибо ты исполнил меня негодование. За что так упорно болезнь моя, И рана моя так неисцельна, Что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня Как бы обманчивым источником, Неверную водою? На сие так сказал Господь. Если ты обратишься, То я восставлю тебя, И будешь предстоять перед лицом моим. И если извлечешь драгоценное Из ничтожного, То будешь, Как мои уста, Они сами будут обращаться к тебе, А не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа Крепкой медной стеною. Они будут ратовать против тебя, Но не одолеют тебя. Ибо я с тобой, И чтобы спасать, И избавлять тебя, Говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, И избавлю тебя от руки притеснителей. Иеремия, глава 16. И было ко мне слово Господне. Не бери себе жены, И пусть не будет у тебя Ни совей, ни дочерей на месте семь. Ибо так говорит Господь О сыновьях и дочерях, Которые родятся на месте семь. И о матерях их, Которые родят их. И об отцах их, Которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, И не будут ни оплаканы, Ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, Мечом и голодом будут истреблены. И трупы их будут пищей, Птицам небесным, И зверям земным. Ибо так говорит Господь, Не входи в дом сетующих, И не ходи плакать и жалеть с ними. Ибо я отнял от этого народа, Говорит Господь, Мир мой и милость, И сожаление. И умрут великие и малые на земле сей, И не будут погребены. И не будут оплакивать их, Не терзать себя, Не стричься ради них. И не будут преломлять для них Хлеб в печали, В утешении об умершем. И не подадут им чаши утешения, Чтобы пить по отце и матери их. Не ходи также и в дом пиршества, Чтобы сидеть с ними, Есть и пить. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я прекращу на месте всем, В глазах ваших и во дни ваших, Голос радости и голос веселья, Голос жениха и голос невесты. Когда ты перескажешь народу всему все эти слова, И они скажут тебе, За что изрек на нас Господь Все эти великие бедствия, И какая наша неправда, И какой наш грех, Которым согрешили мы перед Господом Богом вашим. Тогда скажи им, За то, что отцы ваши оставили меня, Говорит Господь, И пошли во следы иных богов, И служили им, И поклонялись им. А меня оставили, И закона моего не хранили. А вы поступаете еще хуже отцов ваших, И живете каждый по упорству злого сердца своего, Чтобы не слушать меня. За это выброшу вас из земли сей, В землю, которой не знали ни вы, Ни отцы ваши. И там будете служить иным богам день и ночь, Ибо я не окажу вам милосердия. Посему вот приходят дни, Говорит Господь, Когда не будут уже говорить, Жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли египетской. Но! Жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли северной, Из всех земель, В которые изгнал их. Ибо возвращу их в землю их, Которую я дал отцам их. Вот! Я пошлю множество рыболов, Говорит Господь, И будут ловить их. А потом пошлю множество охотников, И они погонят их со всякой горы и со всякого холма. И из ущелья скал. Ибо очи мои на всех путях их, Они не скрыты от лица моего, И неправда их не сокрыта от очей моих. И воздам им прежде всего за неправду их, И за сугубый грех их, Потому что осквернили землю мою, Трупами гнусных своих, И мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, Сила моя и крепость моя, И прибежище мое в день скорби. К Тебе придут народы от краев земли, И скажут, Только ложь наследовали отцы наши, Пустоту, И то, в чем никакой нет пользы. Может ли человек сделать себе богов, Которые, впрочем, не боги? Посему вот я накажу их ныне, Покажу им руку мою и могущество мое, И узнает, что имя мое Господь. Иеремия, глава 17. Грех Иуды написан железным резцом, Алмазным острием начертан на скрижаре сердца их И на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих воспоминают они, О жертвенниках своих, в дубравах своих, У зеленых дерев на высоких холмах. Гору мою в поле, имущество твое, И все сокровища твои отдам на расхищение, И все высоты твои за грехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, Которое я дал тебе. И отдам тебя в рабство врагам твоим, В землю, которой ты не знаешь, Потому что вы воспламенили огонь гнева моего, Он будет гореть вовеки. Так, говорит Господь, проклят человек, Который надеется на человека, И плоть делает своей опорою, И которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, И не увидит, когда придет доброе, И поселится в местах знойных в степи, На земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, И которого упование, Господь, Ибо он будет, как дерево в посаженной при водах, И пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, Листь его зелен, И во время засухи оно не боится, И не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое более всего, И крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце, И испытываю внутренности, Чтобы воздать каждому по пути его, И по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, Которых не несла, Таков приобретающий богатство неправдою. Он оставит его на половине дней своих, И глупцом останется при конце своем. Престол славы, возвышенный от начала, Есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, Все оставляющие тебя посрамятся, Отступающие от меня будут написаны на прахе, Потому что оставили Господа источник воды живой. Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, Ибо ты хвала моя. Вот они говорят мне, Где слово Господне, пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у тебя, И не желал бедственного дня, Ты это знаешь, Что вышло из уст моих, Открою перед лицом твоим. Не будь страшен для меня, Ты надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, А я не буду постыжен, Пусть они вострепещут, А я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия, И сокруши их сугубым сокрушением. Так сказал мне Господь, Пойди и стань в воротах сынов народа, Которыми входят цари иудейские, И которыми они выходят, И во всех воротах иерусалимских. И говорим, Слушайте слово Господне цари иудейские, И вся иудея, И все жители Иерусалима, Входящие с теми воротами. Так говорит Господь, Берегите души свои, И не носите нож в день субботний, И не вносите их в воротами иерусалимскими, И не выносите нож из домов ваших В день субботний, И не занимайтесь никакой работой, Но светите день субботний, Так как я заповедал отцам вашим, Которые, впрочем, не послушались, И не преклонили ухо своего, Но сделали жестоковы иными, Чтобы не слушать и не принимать наставления. Если вы послушаете меня в том, Говорит Господь, Чтобы не носить нож воротами всего города В день субботний, И чтобы светить субботу, Не занимаясь в этот день никакой работой, То воротами сего города Будут входить цари и князья, Сидящие на престоле Давида, Ездящие на колесницах и на конях, Они и князья их, Иудеи и жители Иерусалима, И город сей будет обитаем вечно, И будут приходить из городов иудейских, И из окрестностей Иерусалима, И из земли Вениаминовой, И с равнины, и с гор, и с юга, И приносить все сожжение и жертву, И хлебное приношение, И ливан, и благодарственные жертвы В дом Господень. А если не послушаете меня в том, Чтобы светить день субботний, И не носить нож, Входя в ворота Иерусалима В день субботний, То вожгу огонь в воротах его, И он пожрет чертоги Иерусалима, И не погаснет. Иеремия, глава восемнадцатая, Слово, которое было к Иеремии от Господа, Встань и сади в дом горшечника, И там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, И вот он работал свою работу на кружале, И сосуд, который горшечник делал из глины, Развалился в руке его, И он снова сделал из него другой сосуд, Какой горшечник вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне, Не могу ли я поступить с вами, Дом Израилев, Подобно горшечнику сему, Говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, То вы в моей руке, Дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, Что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, На который я это изрек, Обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, Которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, Что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими, И не слушаться глаза моего, Я отменю то добро, Которое хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, Так, говорит Господь, Вот я готовлю вам зло, И замышляю против вас. Итак, обратитесь, Каждый от злого пути своего. Исправьте руки ваши и поступки ваши. Но они говорят, Не надейся, Мы будем жить по своим помыслам, И будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Посему, так говорит Господь, Спросите между народами, Слыхал ли кто подобное сему. Крайне гнусные дела совершила Дева Израилева. Оставляет ли снег Ливанский скалу горы? Истекает ли из других мест текущие холодные воды? А народ мой оставил меня. Они ходят суетным, Споткнулись на путях своих, Оставили пути древние, Чтобы ходить по стезям пути непроложенного, Чтобы сделать землю свою ужасом, Всегдашним посмеянием. Так что каждый проходящий по ней изумится И покачает головою своею. Как восточным ветром развея их Перед лицом врага, Спиной, а не лицом, Обращусь к ним в день бедствия их. А они сказали, Придите, составим замысел против Иеремии, Ибо не исчез же закон у священника И совет у мудрого, И слово у пророка. Придите, сразим его языком, И не будем внимать словам его. Внимли мне, Господи, И услышь голос моих противников. Должно ли воздавать злом за добро? А они роют яму в душе моей. Вспомни, что я стою перед лицом Твоим, Чтобы говорить за них доброе, Чтобы отвратить от них гнев Твой. Итак, Придай сыновей их голоду, И подвергни их мечу. Да будут жены их бездетными вдовами, И мужья их, Да будут поражены смертью. И юноша их, Умерщлены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домов их, Когда приведешь на них полки внезапно. Ибо они роют яму, Чтобы поймать меня, И тайно расставили сети для ног моих. Но ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, Чтобы умертвить меня. Не прости неправды их, И греха их не изгладь пред лицом Твоим. Да будут они низвержены пред Тобою. Поступи с ними во время гнева Твоего. Твоего.